теперь смотрите еще один секретик вам покажу как можно быстро покрыть рукав конечно сейчас те кто любят цифры и расчеты упадут в обморок ну как бы я показываю свой творческий процесс к чему я пришла конечно же я раньше всегда кроила по формулам и по расчетам по тетрадке по своей где все это записано но сейчас я покажу к чему я пришла значит вообще в принципе смотрите чтобы покрыть пройму рукава нам нужно знать одно из важных моментов это высоту вот этой вот части высота головки называется она да вот в принципе что нужно сделать нужно поставить букву т перевернутую то есть взять вот так вот здесь провести линию прямую вот здесь вот прямые углы посередине ну то есть например я знаю что у меня ширина рукава 20 вот я по 10 отступила в каждую сторону поставила себе меточки и прям посередине вытянула линию очень ровно аккуратно это у нас будет и линия нить основы что уложить правильно ткань на ткани нужно будет выкройку и длина я взяла по таблице она хорошая длина таблица в интернете кто не найдет напишите мне я помогу просто таблица замеры детские замеры детские размеры размерная сетка таблицы размеров бурда у меня висит такая прикол это из бурды я оттуда беру замеры она есть в интернете 48 длину отметила вот так вот поставила здесь то же самое поставила маленький вот так вот перпендикуляр значит здесь тоже 90 градусов должно быть где-то на расстоянии сантиметра полтора в сторону сюда и сюда то есть вот три сантиметра должно быть вот так у вас пряменько а теперь что я делаю то есть делиться вот эта часть на три вот и получается три части и высота, высота этой вот головки рукава, это две части а третью не ставим. Я здесь это не делаю, значит смотрите что я делаю сейчас я оставлю себе меточку примерно вот так вот замерила, смотрите вот примерно замерила себе просто линию провела в плавнуйку, я уже знаю что вы sozusagen примерно вы можете себе обозначить вот линия те кто новенькие чтобы не ошибиться вдруг если вдруг то есть вы можете отмерить вот эту часть разделить на три части вот это замерите и вот сюда ставите вот то есть у вас будет вот эта точка ширина рукава в принципе тоже можете у ребенка замерить обхват руки и прибавку сделать там 4-5 сантиметров насколько вы хотите прям сантиметра можете посмотреть и вот сюда тоже отложить можете а теперь смотрите вот так я ставлю сюда оставлю иметочку потом просто зажил замечаю где у меня это памик your где она должна быть себе этом замечали ставлю ее пересечение ли не видеть вот это вот соприкосновение вот это вот руках будет заворачиваться вот сюда валено пришивания 4 1 вот оставила и теперь вот так вот поворачиваем правила еще прям миллиuren вот так вот где-то примерно до того момента где начинается сгиб вот смотрите проводим вот так вниз и и затем тоже можете поставить себе меточку что она где то вот здесь у вас и и вот к этому вот к этому к спинке я прибавляю 1 см. то есть вот здесь у меня прибавка 1 см. эта прибавка пойдет на посадку, на то чтобы посадить рукавчик красиво. и вот так вот выкладываем вот смотрите и вот эту часть раз и сделали. а здесь это у нас спинка задняя часть это спинка это полочка. то есть на полочке мы будем прикладывать, то есть смотрите внимательно, полочка у нас чуть короче, и мы будем прикладывать, вот тут уже чуть по-другому будет, то есть я вот сейчас вырежу свою полочку и вот так вот приложу, и она у меня будет глубже, то есть вы можете проверить, в принципе, помоделировать, вот здесь вот порисовать на листике, посмотреть, потом промерить это все, приметать, посмотреть, то есть это такой метод, конечно же, для тех, кто знает, как выглядит вот эта часть, да, верхняя, но честно говоря, знаете, сейчас я на просторах интернета вижу очень много талантливых и творческих девочек, которые шьют, не боятся экспериментов, и кто переживает, он может взять из какой-то старой вещи, да, из там, не знаю, из халата пошить образец, посмотреть, как сидит рукав, то есть это можно сразу за полчаса это все выкройку сделать, сразу же там наметать, посмотреть на ребенка, и если что-то вдруг не нравится, что-то подкорректировать, и все, и как бы проблем нет, и достраиваю рукав, тут я уже дострою, в принципе, тут можно, итак, вот эта часть всегда практически повторяется, вот как она здесь, практически, на маленьком, на маленьком плохо видно это, на большом есть разница рукаве, большой головки рукава, здесь прогиб больше, вот этот прогиб, он здесь чуть больше, чем здесь, но его практически не видно, потому что она очень худенькая, у меня выкройка видите, вообще маленькая такая все, я возможно все-таки потом увеличу здесь на один сантиметр, пусть лучше она будет на не свободненько, но будет красиво сидеть это все, и все, и проводим линию вот эту вот часть, соединяем с вот этой, и как проверить, правильно ли мы построили, мы прикладываем, вот так вот, прикладываем, и постепенно замеряем, неудобно показывать вам, и вот так вот постепенно полностью замеряем, либо вы можете взять сантиметр, берем сантиметр, промеряем вот эту нашу часть полностью, вот вместе с поворотиком, ну аккуратно замеряйте, я в принципе сейчас проверю, но я хочу показать, чтобы вы понимали, и вот здесь вот так вот прикладывайте на ребро, и он хорошо выкладывается, то есть вот у меня здесь есть запасик, у меня здесь есть запасик на, видите, вот он, смотрите, выложился прям запасиком, то есть вот она так вот, когда сядет, и здесь будет небольшая посадочка наверху, будет очень красиво, вот как-то так поделилась с вами, я очень надеюсь, что вам пригодится, творите, давайте творить вместе, сотворим с вами все в красоту, любую, поэтому обязательно подписывайтесь, буду рада всем, пишите и присылайте свои работы, то, что у вас получается, спасибо за внимание.